здравый путь в эзотерику сеанс вопросов и ответов с андреем дуйко как всегда по пятницам стабильная провожу вебинары посвященные по моему мнению эзотерики самопознанию личностному в росту и системам которые по моему мнению могут помочь человеку быть счастливым человеком но и я сегодня как всегда отвечу на ваши вопросы и может быть какой-то вопрос создаст интересную для нас всех тему и мы ее совместно обсудим и так неля бармина добрый вечер андрей андрей спасибо вам большое за то что вы помогаете жить ваше учение самое лучше спасибо подскажите пожалуйста когда мы сможем переедем мою квартиру в этом году не переедете а в следующем скорее всего уже переедет и ванна доброго вечера вы моя едина надея на краще подскажите как мы не будто и все еще я хотела руйнуется кохана люди нам и не покинула я просто в роспачи как мы не будто и дали рука опускается когда человеком происходят такие ситуации он должен следовать определенному скрипту поведения первое что необходимо делать человек должен знать что жизнь человеческая она все равно связана с тем что вам придется жить то есть вам придется жить все равно придется жить и вы все равно эту жизнь будете жить бросили вас не бросили есть деньги нет денег жить все равно придется то есть это пункт номер один второй второй вариант звучит так закончить жизнь самоубийством этот вариант не подходит потому что самоубийство это простой путь он не связан с человеческим становлением ну и надо же было столько жить знаете умереть может каждый попробуй поживи так чтобы можно было прожить второе когда человека бросает кто-то и когда человек оказывается в тяжелейшей для него ситуации что он должен делать обычно человек жалуется окружающему миру когда человек жалуется для чего он это делает когда человек жалуется что он хочет человек хочет помощи потому что когда человеку плохо то он хочет помощи и хочет чтобы ему кто-либо помог он интуитивно и подсознательно требует чтобы его кто-то успокоил дал надежду дал ему возможности и веру в то что дальше будет хорошо поддержал материально физически и всячески по-другому но мир так устроен что люди не привыкли друг другу помогать и поэтому когда человек начинает жаловаться окружающим людям то ну максимально что он получает это ему говорят мы за тебя помолимся и держись но в целом помощи никакой нет поэтому не тот момент когда вас кто-то бросил помните что ухудшить ваше состояние вы сможете если вы начнете жаловаться окружающим людям в этом потому что когда человек начинает жаловаться он ждет помощи помощи он в итоге не получает а только ухудшает свое состояние почему безразличие дополняет предварительную обиду потому что человек обиделся на того что его бросили а потом он ждет помощи и рассказывает кому-либо и в тот момент когда он кому-либо рассказывает то ждет помощи от этих людей помощи не получает и таким образом увеличивается состояние разочарования разочарование собой разочарование миром разочарование еще чем-либо и третье что же нужно делать обязательно ищите как можно больше друзей для того чтобы выживать если вас кто-то оставил вам необходимо находить как можно больше друзей где все равно это не имеет значения кому-нибудь можете писать там facebook пообщайся со мной поговорить со мной говорите с кем-нибудь каждому позвоните кого вы знаете и поговорите не говорите что вас бросили скажите мне необходима помощь мне необходимо моральная помощь мне необходимо физическое материальное так далее старайтесь позвонить и родителям если родители нет позвоните близким друзьям если нет вообще человек так устроен что он не напрасно ведет коммуникацию очень часто именно такие люди являются для человека основой коммуникации дальнейшем помощи вы когда-нибудь задумывались для чего нам друзья а ведь друзья как раз и необходимы нам для того чтобы в тот момент когда очень плохо иметь возможность обратиться к ним и помочь им моей жизни была такая ситуация у меня была ситуация когда пришлось обратиться за помощью и оказалось что самые близкие друзья которые у меня были они мне не помогли а совершенно чужой человек совершенно чужой человек которого просто так обратился очень мне помог просто на ровном месте позволив это было еще студенческие годы позволив две недели пожить у себя при этом не взяв с меня никаких денег я до сих пор благодарен этому человеку это была девушка она была холостая но сразу же меня предупредила что никаких отношений у нас быть не может и тогда тем не менее я могу сказать что это очень похвальная черта человека который может четко рассчитывать на то что у него есть друг ну и третье всегда помните мир он одушевлен мир он одушевлен что такое быть духовным человеком это очень важно и попробуйте услышать то что я скажу а скажу я простыми словами смотрите мир так устроен в эзотерике считается что все вокруг человека это живое вот возьмите ребенка и попробуйте нахмуриться и попробуйте пабу побубнить возьмите маленького ребенка он прямо прямое отражение человеческого внутреннего мира или человеческой внутренней души ему ничего не нужно и так далее нахмурьте лицо и попробуйте побурчать где то баму 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 покричать на этого ребенка и он скорее всего расстроиться он будет плакать или будет насупливаться и так далее дело в том что мир так устроен что если вы являетесь солнцем являетесь радостью то к чему бы вы не проявляли радость эта радость будет взамен как ребенку улыбайтесь ребенку он вам улыбается так человек улыбается чему-либо в своей жизни чему нужно улыбаться своей жизни если очень плохо посмейся с этого я когда-то научил своих детей научил свою жену когда очень часто и когда вот смотрите сегодня тебе плохо и раз тебе плохо ты расстраивайся завтра плохо и раз тебе плохо ты расстраивайся послезавтра плохо и ты начинаешь копаться что же делать как мне поступить почему это произошло а потом начинается депрессия что нужно делать когда на следующий день вам будет плохо то Но посмейтесь с этого, скажите, ага, ну ничего страшного, и так бывает. Почему? Это тотально переворачивает образ вашего мышления и дает решение. Говорите себе, ничего страшного, муж бросил, ничего страшного, скоро новый появится, не за что жить, ничего страшного, скоро будет за что жить. Попробуйте меньше тратить, попробуйте сконцентрироваться, попробуйте выписать список или подойти к этому как шпион разведки какой-нибудь, который ищет возможности или ищет возможности, чтобы ему кто-то помог. Выпишите всех потенциальных людей, которые могут вам помочь выживать или оплатить, или переедьте к кому-нибудь, поживите, постарайтесь как можно больше с друзьями общаться, найдите тех, кто вас любит, постарайтесь обратиться к знакомым, к знакомым там, к сестре или поедьте к близким. Самое простое это родители, решения при помощи родителей или с помощью родителей, они самые эффективные, самые быстрые. И еще раз несколько слов вообще о том, что весь мир вокруг нас живой. У человека нет денег, вот смотрите, у человека нет денег, человек говорит, у меня нет денег, я расстроен, что же делать, у меня нет денег, я расстроен. Энергия денег, она живая, что нужно делать? Будьте солнцем по отношению к денег, делайте так, у меня нет денег, ага-ха-ха, ничего страшного, когда-нибудь же они у меня появятся? Да ничего страшного, ага-ха-ха-ха, это очень важно вести себя именно таким образом. Почему? Дело в том, что когда человек подходит к какому-нибудь пределу, допустим, вы подошли к большой луже, и вам необходимо эту лужу перепрыгнуть, и вы говорите, почему лужа увеличивается, почему лужа грязная, почему лужа здесь расположилась, а у других луж нет, почему у меня именно здесь лужа? Смотрите, почему у вас появилась лужа? От того, что вы будете знать, глубину лужи, вкус лужи, цвет лужи, и почему у других нет луж, а у вас есть, это не изменит вашу ситуацию. Что необходимо сделать? Единственный выход из любой ситуации, которая связана с лужей, это ее перепрыгнуть. Других вариантов никогда не бывает. Поэтому любая ситуация, в которой вы видите тупик, любой анализ такой ситуации, при которой у вас возникает тупик, помните, никогда ничего вам не даст. Если бы вы знали ответ, вы бы на него ответили. Смотрите, перед вами большой канал или большая лужа. Что от того, что вы будете знать, кто его сделал, этот канал, или кто эту лужу здесь открыл? Что от того, что там ваши родители участвовали или не участвовали? Лужа же уже есть. Что от того, что Бог создал лужу для вас, и нет ни у кого? От того, что ни у кого луж нет? Лужа изменяет себя. Есть ситуация, она уже существует. В этой ситуации от вас ждут чего? Когда у человека появляется какая-либо тяжелая ситуация, то эта тяжелая ситуация, она может быть только преодолена путем, первое, принятие, и второе, игнорирование. Это нужно знать всегда. Смотрите, слова. Почему, от чего, из-за чего, кто виноват, не поможет. От чего лужа? Все равно. Почему здесь лужа? Все равно. Какая лужа? Все равно. Кто виноват в этой луже? Все равно. Что нужно делать? Действовать. Что нужно делать? Разогнаться, перепрыгнуть. Точно так же и в любой ситуации. Ваши слова. От чего? Почему? Как? Неважно. Говорите, там мне пофигу. Пофигу, куда он пойдет. Пофигу, из-за чего это произошло. Кому я не нравлюсь, у того нет вкуса. Я все равно буду жить. Бог есть свет, и он мне поможет вырваться. Нету сейчас мужчины, который поддержит. Будет мужчина в скором времени, который пойдет. Нету денег, будут деньги. Нету друзей, будут друзья. Относитесь к этому миру, как к живому существу. Не нужно ждать солнца от других. Сами станьте солнцем. Вы есть солнце для людей, будете получать солнце. Вы есть душа, которая дает этому миру улыбки. Будете получать улыбкой. Помните песню? Поделись улыбкой у Саввали, и она к тебе еще не раз, конечно же, вернется, дорогой. Именно поэтому никогда не сдавайтесь. Я всегда говорю слова черепахи-тортилы. Никогда не знай покоя, плачи, смейся, не в попад. Я была сама такой 300 лет тому назад. Поэтому сцепите зубы, зашнуруйте или расшнуруйте обувь. И станьте свободной женщиной, которая всем врагам назло, всем своим видом создает эффект, а мне все равно. Почему? Потому что вы красивая. Потому что вы, а кому вы не нравитесь, у того нет вкуса. Потому что если он ушел, другой его проблема. Вы думаете, он от вас ушел? Послушайте, у людей может быть, ну по крайней мере, если я сейчас вспомню, ну 3-5 проблем, которые могут заставить человека уйти от своей женщины. Какие? Ну самые простые звучат так. Не смог преодолеть трудности. Большие запросы у женщины. Не смог содержать свою женщину. Другая женщина имеет меньше запросов. Устал от всего. А еще есть другие системы, которые звучат так. Гормонов не хватает. Может быть, психическое заболевание развивается. Может быть, заболевание мозга. Может, опухоль какая-то развивается. Может, вообще заскоки. Не догулял, не дополодотворял, не до чего-то там сделал. Махните рукой. На улице. 24-й год. 2000 лет после Рождества. И я могу сказать, что это время далекой эволюции, которая сейчас делает женщину нужной. Поэтому есть миллион мужчин, которые хотят вас. Есть миллион предложений, которые захотят или которые проявятся по отношению к вам. Миллион людей захотят вам помочь. Главное, не упустить возможность быть солнцем. Найдите. Махните рукой, скажите флаг ему в руки. Я все равно буду жить. Всем врагам назло. Я все равно пробьюсь. Включите 333-ю скорость. Я не знаю, как выживать. Я говорю, приседайте. Я говорю это серьезно. Приседайте. Есть очень хорошее видео о женщине. Она когда-то по совету моему, на моем марафоне, я советовал. Женщина говорит, меня никто не любит, я сама во всем виновата, у меня панические атаки и так далее. Я говорю, дайте мне обед, что вы будете приседать каждый день по 100 раз. Она говорит, Андрей Андреевич, я раз не могу присесть. Я тогда ей сказал, приседайте один год каждый день по 100 раз. Хотите, разбейте это по одному приседанию, 100 раз сделайте в разное время. Хотите, делайте 10 раз по 10 приседаний, но обязательно 100 приседаний. Вот спустя один год она бросила пить, бросила курить, она похудела и записала даже ряд видео, где она 100 раз приседает. Она говорит, я перестала пить, перестала на ночь есть. Почему? Это мешало мной данное, данное моему учителю обещание приседать каждый день по 100 раз. А вот советую. Хотите бросить пить, хотите бросить курить, хотите что-либо, чтобы в жизни изменялось, используйте мой метод. Он звучит так. Приседайте 100 раз в день, это изменит вашу судьбу. Я говорю это 100%, несмотря ни на что. Почему так работает? Потому что для того, чтобы что-то произошло, необходимо трудолюбие. Если душа не срабатывает, если дух не срабатывает, если сознание не срабатывает, то через тело это можно сделать. Степан. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. Почему дорогой? Может ты нет? Платой за ответ, можно день поститься для вас? Ну хорошо. В голове, вы поститесь для себя. Нет, нет. Вы поститесь для Бога, вы поститесь для своей души, для своего тела и для себя. Для меня поститься не получится, потому что я такой же человек, как вы. Это ничего не даст. Ну я все равно вам отвечу, мне платить за это дополнительно не нужно. В голове ежедневно появляется голос, который перебивает мне, задает мне один и тот же вопрос, иногда его внезапно для себя проговариваю вслух. Скажи, ты хочешь свету? Этот человек 4 года замужем. Вот это, что с вами происходит, называется подселение или называется приворот. Каким образом это все делается? Первый способ самый простой. Каждый день, представляете, будто у вас из попы, из полового органа, вы берете и на выдохе, представляете, будто достаете змею. Представляете, будто достаете змею и вместо головы этой змеи вы видите голову этой светы. Бросаете ее, ну бросаете эту змею и от себя ее отталкиваете и рисуете такой круг, как в фильме Ви, как бы мысленно или запечатываете себе, как я это обучаю. Делайте так на протяжении дня 4-5 раз. Второе. В тот момент, когда у вас появляется такой голос, скажите ему, пошел ты и дальше матом. Чтобы я тебя больше не слышал, ты не мой голос, пошел ты и матом. Если будете первое и второе делать, ровно на 44-й день исчезнет тяга. Вообще. Ни голоса не будет, цвета увидите и вас будет тошнить от нее. Говорю это серьезно. Это очень простые методы, которые я вам дарю избавления от приворотов. Нархан Абдиманаб. Ух ты ж как красиво. Здравствуйте, Андрей Андрей. Здравствуйте. Спасибо вам огромное. Я открыла ИП Коядарова. Пойдет ли бизнес, что мы с мужем Нуркченом начали? Пойдет, да. Туркестан является местом силы. Мавзолей Хаджа, Ахмед, Ясауи в городе Туркестан является местом силы. Местом силы является то место, где приходит большое количество людей и молятся. Если это место, в которое приходит ежедневно много людей и это делают на протяжении веков, значит это место сила. Только тут вопрос, какой силы? Что дает обычно мечеть? Мечеть дает человеку надежду. Зачем люди ходят в мечеть? Человек думает, мы ходим в мечеть для того, чтобы попросить или для того, чтобы пообщаться, совершить намаз и так далее. Нет. Нет. Человек ходит в мечеть для того, чтобы получить надежду на то, что у него жизнь будет хорошая, на то, что его высшие силы слышат, на то, что он хочет надежду. Вера дает надежду. И тогда это происходит. То есть, если человек просто так в мечеть заходит и там просто сидит, может ли он получить эту силу? Да, как это выглядит? У человека тупик или депрессия. Человек делает так. Я не знаю, у меня ничего не получается. Я не буду этим заниматься. Там ребенок, допустим, в институт ходит и после этого в институт ходил-ходил и после этого говорит, все, не буду ходить больше в институт. Мне надоело. Я вообще хочу на грузовике ездить. А родители говорят, ты же 4 года отучился, давай иди в институт. Он говорит, ну нет, нет. Он не верит в то, что это образование может ему как-то помочь состояться в жизни, реализоваться. Вот если его в мечеть отвезти, не нужно, чтобы намаз совершал, пусть пойдет в мечеть и там просто посидит, то у него появится надежда, что то, что он делает правильно. Почему? Правильный путь. И ему этот путь даст сила, которая есть в мавзолее или которая есть в мечети или которая есть где-либо. Это и есть та энергия божественная, которая помогает людям. Как она должна еще по-другому помочь? Энергия высших сил помогает человеку следующим образом. Первое – событие. Второе – везение. Третье – дает надежду. У человека появляется надежда. Почему? До этого же была депрессия. Почему появилась надежда? Высшие силы изменили человеку сознание. То есть бесы заставляли этого человека быть человеком, который совершит неправильные поступки. Будет потом страдать и скажет, надо же, 4 года зря потратить. А так появится надежда. И он скажет, нет, все-таки я доучусь. И вот так это все устроено. Это высшие силы. Они же не могут прийти и всех порубать. Вот так они действуют. У врага появляется прощение к тому. Вот у человека есть враг, он пришел в мечеть или пришел в церковь. Говорит, пусть враги отстанут. Пусть наконец-то я буду жить счастливым. Не введи во искушение, избави от лукавого и так далее. Или там машаллах, иншаллах, ляфеля даус, рахамди рахим и так далее. И после этого у него появляется ощущение такое. Он выходит и у него никакого ощущения нет у того, кто пришел и попросил. А у того, кто является врагом, появляется ощущение. Он думает, не сильно ли я агрессивно, не сильно я решил этого человека наказать. Наверное, надо с ним потеплее, может быть, поговорить. До этого кричал в телефон и кричал, я поймаю тебя, убью, ноги оторву. А потом уже не звонит. Говорит, ну, видимо, у этого человека не все так легко, сам бы отдал. Потом проходит время, говорит, слушай, давай поговорим, может быть. И так вот складываются все вот эти ситуации. В этом именно так помогают высшие силы. Да, вот таким образом. Ольга Криворученко. Как избавиться от крапивницы? Сделать это несложно, поможет вам крапивая череда. Возьмите крапивую череду по столовой ложке и того, и того на пол-литра воды. Вот этим натрите свое тело, а также можете пить по одному стакану. Также от крапивницы можно избавиться, если развести одну столовую ложку магнезии в даже не одну, наверное, 4 столовых ложки магнезии в ванну и столовую ложку соли. И вот покупаться вот в такой водичке. Или попарить ручки, или там где у вас проявляется крапивница. Третье. Принимать магнезию по щепотке. Кладете на язык магнезию, рассасываете. Делаете это на протяжении дня 10-10, можно сколько хотите больше раз. Можно точно, можно если очень горькое, смешать магнезию с солью. Также увеличить прием соли. Можно попринимать соды по чайной ложке на стакан воды на протяжении, ну хотя бы, ну двух недель. Это тоже может снизить вот такие проявления крапивницы. Ну и последнее антигистамины. Пробовали принимать. Сана Оксана. Придет ли в мою жизнь еще мужчина для отношений? Или уже полностью переключиться на ожидание внуков? И сколько внуков будет? Только на один вопрос отвечаю. Придет ли в жизнь мужчина? Скорее всего, да. Алена Белоконская. С мужем, сыном находимся в Англии на временной визе. Получится ли у нас остаться здесь на ПМЖ? Не получится. Порвати. Порвати, вау. А где ваш Шива? Скажите, пожалуйста, на работе сгущаются краски вокруг меня. Что делать, чтобы меня не уволили? Для того, чтобы человека не уволили, человек должен очень хорошо делать свою работу. А еще снимите корону. Снимите корону. Не умничайте. И старайтесь, как можно у вас есть, наверное, начальник какой-то. Делайте ему комплименты. Также эзотерическая практика выглядит так. У вас есть начальник или тот человек, который принимает решения. Мысленно, каждый день приходя на работу, дарите мысленно этому человеку что-либо. То есть дарите ему путевку, дарите ему деньги, оденьте на него золотое что-то, обруч на шею. Так, чтобы мысленно он радовался. Также выполняйте мою практику обнимания. Эзотерическую практику обнимания. Ярослава Б6, БВ. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, в какой сфере развлекаться? Увлекаюсь астрологией, сферой ЗОЖ. Рисую, шью, леплю. Хотелось бы выбрать правильный вектор. Спасибо за ответ. Надо было, Ярослава, мне сразу написать ваш возраст. То есть сколько вам лет, что вы вот это все умеете делать? Знаете, я вам хочу сказать, чем можно зарабатывать деньги. У вас уже смещен критерий, и он звучит так, чем мне заниматься, а вы уже увлекаетесь. Ваши увлечения, по вашему мнению, они должны приносить вам деньги. И тогда что вам выбрать? Я вам хочу сказать, что бы вы ни выбрали из того, что у вас сейчас есть, вас не ждет успех. Ни в чем. Ни в астрологии, ни в ЗОЖе, ни в лепке, ни в рисованиях, ни в чем. Тогда скажите, как будем поступать дальше? Я могу сказать, как дальше поступать. Выберите любую сферу, которая у вас есть, и начните изучать тему продажи. Каким образом можно продавать? Как сделать группу, которая может популяризировать чужие картины и свои картины? Кстати, вообще, в какой сфере вам лучше всего заниматься? В случае, если вы пройдете курсы и будете активно вести блог в YouTube, блог в Instagram, блог в TikTok, при этом будете говорить об астрологии, рассказывать об этом, то сможете на этом существенно зарабатывать. По поводу IT у вас получаться не будет. По поводу рисования тоже. По поводу швейной темы, если деньги захотите работать, будет, но мега деньги не заработайте. Ну и лепка тоже так себе будет получаться. А вот в случае, если вы будете заниматься астрологией, то, скорее всего, будет у вас получаться хорошо. Хоть в начале и будет чуть-чуть это сложно. Почему? Я уже рассказывал как-то о том, что когда человек начинает... Я уже рассказывал о том, как я открывал школу. Помните, я говорил, что я проводил на протяжении шести месяцев каждую неделю занятия. Это было в пятницу и в субботу. Брал людей, которые приходили бесплатно, слушали. И люди, которые бесплатно это слушали, они должны были потом записаться на первое занятие. И шесть месяцев, за шесть месяцев было аж целых четыре человека. И только на шестой месяц, вот аж до марта месяца, там 10 марта или 20 марта, я уже не помню. И в марте месяце первые там четыре девочки и три мальчика, шесть человек, по-моему, или семь человек, пришли на первую ступень. Я помню их пофамильно и по имену. Это была Марьяна, это была... Многие из этих людей были просто моими друзьями. И я сказал, можете ходить для массовки бесплатно. Там вот был Игорь Мачеренко, вы его знаете. Виктор Стефанишин, может сейчас смотрит. Марьяна Стефанишина. Слава, который пришел бесплатно. Игорь, который пришел бесплатно. Катя Астафьева, которая бесплатно пришла. Это были мои друзья, я их пригласил. И все вместе мы начали первую ступень. Что я приобрел? За шесть месяцев я приобрел себе новых друзей. Потому что до этого моя работа была связана с тем, что я чиновник, начальник. У меня бизнес, там магазины и так далее. И в силу своей профессии я не общался или не имел друзей. А были отношения, и я вообще ни с кем не общался. У меня не было друзей как таковых. И друзей не было. А вот возможность делать школу привела меня к тому, что у меня появилась возможность. При этом я постоянно проводил школу, занимался медитациями, пытался сделать сайт. Сидел сам этот сайт, первый свой, highlast.in.ua. Я его написал, все статьи туда сам написал и так далее. И я этим занимался каждый день по шесть часов. Я всегда говорю себе. И всегда говорю всем остальным людям, которые есть. Чем бы вы ни занимались, всегда помните, вам необходимо пройти марафон. Какой марафон? Марафон бесплатной работы над собой. Дело в том, что чем бы вы ни занимались, вам предстоит это все популяризировать. Когда вы начнете это все популяризировать, то это будет популярно, если вы будете каждый день работать 4-5 часов, отдавая свою жизнь именно этому. Человек говорит, я хочу в ютубе сделать канал, на нем зарабатывать. Приготовьтесь 6 месяцев по 4 часа ежедневно посвящать этому внимание. Человек говорит, как так много? 6 месяцев? Да, 6 месяцев. И что будет? И у вас будет аудитория, подписчики. Да, где-то через 4 месяца замонетизируется канал. А через 6 месяцев у вас, если это с учетом, что каждый день вы будете публиковать 4 видео хотя бы. И из этих видео делать 3 еще шорца. 4 шорца, не знаю, 10 шорцев. То есть, почему это все происходит? Потому что вы будете работать ежедневно. Человек говорит, ну это же так сложно. Ну так сложно, сложно ребенка родить. 9 месяцев нужно выхаживать. 9 месяцев вынашивания ребенка. Это цикл, которым человека воспитывают и говорят, что смотри, когда ты что-либо создаешь, то тебе необходимо после радости и твоих мечтаний о том, что у тебя будет ребенок, тебе предстоит 9 месяцев выходить этого существа. А потом после открытия еще год хотя бы, пока начнет ходить или 2 года даже. Поэтому, когда вы начинаете какой-либо бизнес и говорите, почему у меня не получается, то задайте себе вопрос, почему должно получаться? С чего вдруг оно не должно получаться? Это божественный промысел, который заставляет человека быть устойчивым, стойким, служить своему ребенку, служить своему детищу, несмотря ни на что. Все время, каждый день. Делать, 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 делать. Есть ли другие варианты? Ну, конечно. Какие? Можно забирать. Взяли лом, вышли на улицу, проломили голову, украли что-нибудь. Это другое дело, но тоже могут споймать и посадить. Потом будет очень много времени. Второй вариант. Совесть мучает, знаете, потом после таких вот событий. Тогда и вам это не подходит. А политикам? Ну, можно стать там политиком, воровать у людей, там, забирать что-нибудь, делать схемы и так далее. Вы знаете, людей много, а политиков мало. Не всех туда пускают. А как туда попасть? Для того, чтобы попасть в политику, нужно выпивать с политиками. Как вообще? Я когда-то давал такие советы, я могу повториться. Смотрите. Есть модные клубы. В модных клубах обычно есть время, когда приезжают модные туда. Модные клубы – это самые дорогие клубы. Вот берете деньги, в субботу, воскресенье едете туда и танцуете, выпиваете и ждете момента, когда при этом старайтесь заговорить со всеми, старайтесь как-то помочь кому-либо, старайтесь и так далее. И после этого, скорее всего, из самого повторяющегося, пьяного, ведущего себя, нехорошего человека, который в дальнейшем может стать вашим другом, который окажется одним из самых ярких политиков, которые есть в вашей стране. Поэтому именно так. Или его ребенком, или еще. Обращайте внимание, если хамит всем, если кричит на всех, если матерится, если женщины-мужчины толкают, если деньги разбрасывают, все, это ваш клиент, это политик перед вами. Почему? Ну, он деньги своровал, ему все равно. Он еще сворует. Его не посадят, они же памятники там. Обещал жене не говорить о политике. Почему я плохо отношусь к политикам и к политике? Все предельно понятно. В странах, в которых мы живем, люди, которые получают пенсию, живут плохо и бедно. И когда говорят, у нас хорошо или у нас, я не верю. Почему? Потому что у нас есть много людей, которые бедные. Много людей, которые бедные. Больницы, плохие школы, плохие люди, бедные. Когда говорят, знаете, где-то сейчас это все похоже вот на что. Лежит две горы какашек. И говорят, с нашей стороны какашки более красивые. А с другой стороны говорят, нет, с нашей более красивые. Послушайте, не надо обманывать, что там какашки некрасивые, что там какашки некрасивые. Ладно, завязали тему. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Символ очень мне нравится. Потом вдруг обнаружила, что его видно на моем фото. Что во лбу у себя вижу полумесяц. Что это дало мне, Лиза? Есть хорошие стихи Александра Сергеевича Пушкина, который, как известно, был очень знаменитым масоном. И у него там был выход, по-моему, в Петушке. И там, а нет, в Царе Гведоне. И там было... Та-та-та-ра-та-та-та, а во лбу звезда горит. Там, ла-ла-ла, полумесяц, а во лбу звезда горит. Шамаханская царица, а во лбу звезда горит. Так вот, во лбу звезда горит, или во лбу полумесяц и звезда обозначает. Полумесяц обозначает чашу, а звезда обозначает силу. Поэтому, в случае, если вы видите символ, который горит у вас во лбу, то это хороший символ. Там я почему-то вспомнил песню Крематория, и там, когда он говорит, я выбираю одну, у которой на лбу горит серебряный крест, и у нас смерти больше нет. И о чем он поет, и что обозначает крест, почему люди крестятся. Ну, если как бы разобраться, то каждый символ, он имеет значение. Скажите, когда вы плюсуете, то единичка плюс единичка равняется двоечка? Ну, равняется двоечка. Тогда плюс что обозначает? Объединение. Тогда энергетический человек, рисуя на себе плюс, в любую сторону, хоть так, хоть двумя пальцами, хоть тремя, добавляете что-то себе. Поэтому крест хорошо. Луна при этом, или полумесяц, обозначает чаша. А пятиконечная звезда обозначает деньги, это пентакль денег. Шестиконечная любовь, семиконечная мудрость, восьмиконечная работа с планетами. Девятиконечная реализация во всех делах обозначает тотальная счастливая судьба. Девятка при этом называется условно счастье. Смотрите, единица амбиции достижения фортуна. Девятка счастье, божественная милость. Здравствуйте, Андрей Андреевич, Оксана Ример, ваша ученица. Меня уволили с работы, найду ли я в ближайшее время новую? Найдете, да, ничего такого плохого я не увидел. Найдете хорошую работу. Чуть-чуть застой будет, но он буквально будет недельный, может быть. Не сидите дома, не будьте в заключении, а то у вас вот состояние такое, вы сейчас без работы сядете и не будете ни с кем общаться, ни с кем разговаривать, ничего делать, и это приведет вас к застой. А вам нельзя застой, вам наоборот необходимо развитие. Сегодня я бы хотел такую тему открыть интересную. Вот смотрите, ну, я, наверное, столкнусь с проблемой такой. Кстати, знаете, я заметил такую вот вещь, и она очень неординарная, неоднозначная. Она заключается вот в чем. Я был в гостях у людей, и там есть мой друг. И мы перед этим с этим товарищем разговаривали. Курили сигары, разговаривали, я не пью алкоголь. Курили сигары, разговаривали с этим человеком. И он должен был после этого перейти к своей семье. И я с ним говорю, и ему говорю там то-то, то-то, то-то. И вот он каждый свой разговор, он начинал со слов протяжная буква Я. Он произносил, я думаю, что ла-ла-ла-ла, а я думаю, что я ла-ла-ла-ла, я думаю. То есть у него Я было длинным. И я говорю ему, его Сергей зовут Александрович. Я говорю, Сергей Александрович, спорим ты, обижайся на своих близких. Говорит, как вы узнали, Андрей Андреевич? Я говорю, потому что вы очень тянете букву Я. Если человек в своем разговоре очень тянет букву Я, значит у него увеличивается элемент обидчивости на окружающих людей. Вы обижаетесь на близких? Говорите Я быстро. Или не говорите Я. Перестанете обижаться. Вы сейчас думаете, нет, это все ерунда. Клянусь вам, попробуйте. Это очень эффективно работает. Но вернемся все-таки к теме. Смотрите. Смотрите, сразу же хочу предупредить. Я не являюсь черным. Я, слышите, да? Тоже буду сейчас обижаться на близких. По моему мнению, тот мир эзотерический, в котором мы сейчас находимся, он требует объяснений. Из-за чего требуется объяснение? Для чего вообще существуют эзотерические школы? Почему они открываются? И почему очень много эзотерических направлений есть? Что это вообще такое и почему появляется всевозможное общество? Почему появляется много курсов и так далее? Вот смотрите, как я вас научу. Я вам сейчас открою немножечко глаза на тот мир, в котором вы находитесь. Не хотелось бы мне кого-либо при этом... Моей задачей не является сказать вам, что это плохо или хорошо. Я хочу сказать, что у меня есть видение того, как происходит сейчас в некоторых местах. Вот послушайте мою удивительную историю. Билли, заводи патефон или граммофон. Есть определенная программа. Данная программа, она называется серпстат. В этой программе можно найти поиск ключевых слов. В этом поиске ключевых слов можно выявить проблемы населения, допустим, региона Донецкой области, Днепропетровской области, или Массачусетса, или Филадельфии, или Пенсильвании, или области Пенсильвании, или Вашингтона, или в Германии Ганновера и так далее. Выбрать поисковые запросы и после этого сделать кластеризацию поисковых слов, то есть что люди ищут, когда они ищут, допустим, эзотерика, то какие вопросы задают и так далее. Вот как, допустим, я бы поступал, как поступают многие. Они собирают ключевые слова, которые связаны с поиском эзотерики, то есть они ищут более людей. Что люди хотят в тот момент, когда они начинают искать эзотерика или саморазвитие и так далее. Второе. Они выписывают это все и создают программу, которая решает вот эти проблемы. Но я хочу вам сказать, что в большинстве своем вся информация, которая существует, она везде находится в открытых источниках. Было бесконечное количество Блаватских, Христов, было Будда, была куча религий, сикхизм, буддизм, христианство, йога, куча учителей, которые говорили о чем-то. Но когда человек выходит с чем-то, ему необходимо это продать, как какое-то новое направление, новое ноу-хау для того, чтобы слушали. Что он должен сделать? Первое. Он должен создать некий язык, который нужно человеку заучить, допустим. Это выглядит так. Раньше это были знания, то есть человек говорит, и вы получите эти знания. Человек говорит, нет, и вы получите тайные веды. Человек говорит, да, да, может это знания? Нет, это никакие не знания, это веды. А у кого-то это еще будут там клины, а у кого-то это будут кейсы, а у кого-то это будет еще что-то. И они изобретают новый язык или новые понятия. Новые понятия, они такие же, как бывшие старые понятия. И для чего они делают? Человек, если он просто изучает информацию, как у дуйка, то тогда он изменяется. А когда он думает, что это произошло само по себе. А когда человек начинает изучать информацию и получать, ему приходится изучая новые слова, там атманы, адвайты, там куча всего, там пунья, шакти и так далее, то человек погружается в такой мир, в котором он должен изучать что-то. У него создается впечатление, будто изучая это он создает или изучает что-то глобальное и новое. И ему потом на самом же деле, он получает точно такую же информацию, которую он бы мог получить бесплатно. И ему после этого говорят, вот это, что ты получил, это тайная информация, ты теперь приверженец и только ты это знаешь. На самом деле, хоть дхарма, хоть карма, хоть как вы не называйте, это все равно имеет абсолютно четкие понятия, которые в этом мире четко уже прописаны и о которых многократно сказано. И философами, и психологами, и Буддой, и кем угодно. И после этого человек начинает эти понятия загрызать, ему эти понятия начинают давать, и у него появляется ощущение, будто он носитель какой-то сверхинформации. Там шахте, шива, лыбить, там круговороты, колоброды и так далее. То есть, вот это все написали, после этого эту информацию начинают человеку вгружать, и после этого у человека появляется обязательство. Чем это плохо? На самом деле, это, зачем они это делают? Чтобы у человека появилось ощущение, будто он избранный, потому что он это знает, раз. Второе, в тот момент, когда он это все покупает, то на нем зарабатывая деньги, это два. И третье, в тот момент, когда он это получает, у него появляется ощущение, будто он носитель новых знаний. Как, в общем-то, первое и второе и третье абсолютно неправда. Как первое и второе и третье в большинстве своем абсолютно неправда. То есть, в лучшем случае, в лучшем случае человек получает знания, в ходе которых его заставляют, первое, либо часто обращаться, либо получать какие-то советы. И когда человек, получая такие знания, сталкивается с тем, что ему должны помочь эти знания, наоборот, оказывается. Почему я занимаюсь эзотерикой? Объясняю. Моя задача сделать так. Чтобы человек, который занимается у меня, ну, по моему мнению, это называется эзотерикой, хотя это можно назвать чем хочешь, психологией или философией эзотерической школы Кайласа, или Дуйка, она должна облегчить жизнь человеку. То, что я даю, или то, зачем я это все делаю, я хочу облегчить жизнь. Мне хочется, чтобы то, чем я занимаюсь, или то, что я преподаю, сделало легче жизнь. Чтобы было проще, чтобы можно было это использовать с легкостью. В случае, если это усложняет, то есть нужно изучить кучу слов, нужно изучить, нужно там ходить, нужно одитинги, там какие-то персонификации, там бесконечные и так далее. Если это все так сложно, если этому всему нужно обучаться, то это очень сложно использовать. Почему? Слушайте, когда-то Брюс Ли сказал такие слова, не знаю, почему я его вспомнил. Он когда-то сказал буквально следующее. Боюсь ли я человека, который знает, который изучал миллион приемов? Боюсь ли на протяжении 10 лет? Скорее всего нет. А кого я боюсь? Я боюсь того человека, кто отрабатывал только один прием, и он это делал 10 лет. Получается, тот, кто отрабатывал один прием, он страшнее, чем тот человек, который знает миллион приемов и отрабатывал их. После этого человеку навязывают, и появляются вот такие общества. Не важно, как они называются, не важно. Их можно даже классифицировать. Один делает так, я вас всех научу, быть умными, там откроем вот это все и так далее. Побольше иностранных слов, там вот это вот так, вот это вот так, а дитинки, клинеры, мы будем дышать, а здесь вот это, пранаямы, чакры. Назови первая, вторая, третья чакры. Зачем там Сватхистана и так далее? Людям же сложно. И человек, погружаясь в это, получает там миллион каких-то там домыслов. После этого ему нужно запомнить. Он думает, что он носитель информации, а это не так. И когда у человека случается, вот человек нормальный, потом у него появляется идея, что он носитель информации, в ходе которой он особенный, то это не делает его никаким особенным. Почему? Ну, ничего такого не происходит. То, что я знаю математику и стою в очереди за молоком среди остальных людей, не дает мне права идти без очереди за молоком. Ну, согласитесь. То, что у меня там 58 образований каких-то, я там знаю хирургию или знаю там, как ложить плитку правильно, не дает мне никаких шансов идти без очереди за молоком. Никаких. Я точно такой же человек, как все остальные. Или вы знаете, что только герои Советского Союза обслуживались без очереди при наличии звезды. А так вообще нет. Все остальные люди между собой одинаковы, во всяком случае, если на улице находитесь. Почему люди обижаются и даже бьют друг друга носики? Они обижаются и друг друга избивают, потому что тот, кто кричит, думает, что это точно такой же, как ты человек, а тот человек, который возмущается, он не может понять, что в нем не видят. Доцента, доктора юридических наук или очень модного и богатого человека и обижаются на это. А так в целом люди же из шкуры и костей, они визуально одинаковые все. Поэтому в большинстве своем очень часто так бывает, что вы начинаете искать. А кстати, почему вы начинаете искать? Я тоже могу объяснить. Объяснение, почему человек ищет что-нибудь, оно несложное. Дело в том, что вся вот эта идея, она начиналась с йоги. Идея вообще, к чему должна была привести? В какой-то момент человек понял, что его жизнь, она скоротечно все изменяется. Богатство не приносит, удовлетворение, еще что-то не приносит. А хотелось или было стремление соединиться с Богом. А Бог был для человека самое дорогое. Если Бог самое дорогое для человека, то тогда человек, созданный по образу и подобию Божьему, должен относиться к себе тоже как к самому дорогому, где самым дорогим для него является жизнь. Поэтому если ты не ценишь жизнь, которая тебе дана, то не ценишь Бога. Ну это уже философия. Из этого всего начали люди искать или начинали заниматься поиском. Это было описано в древних книгах, среди которых, наверное, самое старое, это Упанишады, это гимны Упанишад, которые были написаны от 3 до 5 тысяч до нашей эры, где, там, не помню кто, рассказывал песни или давал вот эти песни молитвы и объяснял человеку с именем Саман происхождение вот этого ритуальной культуры, почему это возникло, как этим пользоваться и так далее. Объяснение времени, пространства. Все это развивалось философски, как доктрина йогов или йоги. А йога это познание через внутренний мир, то есть человек познает, или как он может прийти к Богу, рассматривать окружающий мир. Ну это сложно, потому что входящей информации много. А когда закрываешь глаза, то у тебя входящей информации нет. Получается ты сам с собой, а если пустота и все сущее, что находится вокруг человека, в нем находится божественное, то самое простое это увидеть Бога, это закрыть глаза и смотреть в пустоту. Тогда то, во что ты смотришь, скорее всего там может находиться божественная энергия. Из этого следовали определенные концепции и техники. Они достигали там чего-то, более там развивались, к чему-то приходили. Но дело в том, что европейский человек, он был создан по-другому. Дело в том, что европейцы, они созданы так. Мы получаем науку и обучаемся. То есть мы знаем математику. Не обязательно ей заниматься или не заниматься. Мы получили образование, мы знаем математику. Многие из нас знают химию, многие из нас знают даже экономику. Кто-то знает там налоговый учет, кто на что учился. Кто-то знает свою. А потом приходит время такое, и человек там что-то выбирает из этого и начинает этим заниматься. К чему я это говорю? Когда человек начинает заниматься, когда европеец начинает заниматься эзотерикой, то он думает, что занятие эзотерики – это получение знаний. То есть ты получил эти знания, на этом конец. Теперь ты их знаешь. Вот допустим, как допустим химией заниматься. Я занимаюсь химией, что-то не понимаю там в метеллировании, или там не знаю, что такое там органическая химия, или там как соединяются карбонаты и так далее. И после этого я там открываю книжку, доучиваюсь, теперь я это знаю. И человек европеец, он думает, что получение эзотерических знаний является элементом достаточным для того, чтобы прийти. То есть выглядит это так. Человек, который преподает эзотерику, он говорит, я знаю, как прийти к Богу. Человек говорит, научи меня. Окей, делай вот так, вот так, вот так, и ты придешь к Богу. Человек говорит, хорошо, я это знаю, я уже попробовал, но к Богу не пришел. Так и не должно произойти. Почему? В эзотерике есть понятие. В эзотерике есть понятие, и оно звучит так. Практика. Это основа эзотерики. Основа эзотерики является практика. Есть понятие, есть понятие, которое звучит так. Человек, который знает эзотерику и постоянно ищет знания. Вот смотрите, сколько бы вы книг не прочитали об открытии ясновидения, ясновидение не откроется. Сколько бы вы книг не прочитали об астральной левитации, даже пробуя там 3-5 или даже сотню раз, ничего не произойдет. Чем больше объем информации, которые вы получаете, тем больше времени вы должны тратить на эту практику. Чем ярче ваши задачи и ваши идеи, тем дольше вы должны тратить время на практику. И практика еще, и философия. И здесь минус, он заключается вот в чем. Минус заключается в том, что для того, чтобы практиковать и практики работали, необходимо еще изменять философию. Но и здесь минус есть. Какой? Смотрите, милые мои. Человек говорит, я избранный и рисует себе идею своей избранности. Вот люди начинают приходить куда-то, начинают там ходить в религиозную секту или в религию, или там начинают, и начинают говорить, я избранный, меня Бог любит, ко мне лучше всего относится и так далее. И мир воспринимает этого человека как избранного. Тогда он будет общаться только с избранными или ни с кем. И люди, которые осознанно выбирают для себя путь, эгоистический путь своей Бога избранности, то есть говорят, я знаю вот это, а ты не знаешь, я молюсь, а ты не молишься и так далее, то они сужают круг возможностей в дальнейшем, чтобы в их жизни появлялись те люди, которые могут быть для них друзьями, знакомыми или еще кем-либо. И я вижу таких людей очень часто. Человек там объехал все ашрамы, там со многих, многих знает, он там знает тусовки, у него есть там, как он говорит, там друзья и так далее. Но у него нет ничего. Почему нет ничего? Потому что у него нет друзей, нет знакомств, нет коммуникации. И он считает, что ему не нужно. Почему? Он Бога избранный. Это опасно. Это опасно. Почему? Тогда получается такая эзотерика ухудшает у человека общую коммуникацию. Мир так устроен, мы социальные. Люди социальные живут в социальном пространстве. Поэтому социальность наша, она важна. Я же говорю, если ты солнце для окружающих, я говорю, будьте солнцами, будьте радостью, будьте счастьем. Вот что такое быть духовным человеком? Это быть для кого-то счастьем, быть для кого-то радостью. Для кого вы можете быть? Для тех, кто ближе всех. Будьте счастьем и радостью для жены, будьте счастьем и радостью для детей, будьте счастьем радостью для тех кто с вами рядом находится для них чек говорит у меня там соседи все время ругаются они орут будьте счастьем и радостью для этих соседей когда их ведь и голову так классно вчера у вас там такая тусня была а вы кем становитесь смотрите а вы них ненавидите но если человек несчастье и не радость он говорит о соседи сволочи их ненавижу куда бы написать сволочи как на шамане сейчас пусть у вас там все повылазит какие негодяи ненавижу а сволочи но чем сильнее вы их ненавидите тем сильнее вы антисолнце тогда тем сильнее они ненавидят вас помните закон f равняется минус f третий закон до термодинамики ньютона и тогда получается то что мы делаем получаем то что мы получаем тогда если вы не солнце люди говорят ко мне мои близкие плохо относятся ты себя видел но я же себя не вижу а зря вот я был участником вот таких событий сидит большой мужчина за столом и ест значит есть быстро еда у него падает на одежду сидит он ногу там под себя подложил все вокруг заляпана этой едой при этом где так и вот такие звуки создает рядом же рядом с ним сидят двое его сыновей и я так понял жена и она там как-то берет он ей там сыкает типа возьми вилочкой возьми вилочкой она там хотела рукой взять и он говорит возьми вилочкой и ешь там ножиком и она так раз ножичком этим вилочкой хотела еду там разделите он такой да сколько может сколько может это продолжаться ему не нравится как она ест послушайте если кто-то и был за столом кто ел как свинюка и кто был абсолютно неприятным существом это был этот человек я был просто почему потому что дети боялись при нем есть жена боялась на него смотреть он всех как гусь защипал при этом сам сидел и очень некрасиво и ел и вел себя и хрюкал и нюкал имей дам чего только не делал поэтому слушайте отстаньте от близких не имейте претензий будьте для них солнцем что такое духовность быть солнцем к богу быть солнцем к людям быть солнцем к близким вот этому должна эзотерика обучать а там как вы вот я читал курс такой не читал курса слушал женщину она говорит этот мир разделился в этом мире есть люди и дальше начинает эти люди они плохие у этих людей плохих с плохими для плохих у плохих они с чертями они без чертей и вот это все но мы сейчас дошли до перехода этот переход новый уровень 1 уровень мы перейдем вот сюда и тогда будет так ордена ленина дружбы красного знамени станет все хорошо в этом переходе все будут и тогда корабли начнут бороздить просторы большого театра и приедут и тогда весь мир будет счастья но надо переход из-за того что очень много плохих есть их нужно идентифицировать такие плохие такие плохие эти плохие эти и у этих плохо эти вообще сволочи они низкие падшие все и где выход и получается а что это даст ну хорошо это даст человеку еще одни знания которые дополнят его сознание информации что раньше он считал что плохие это те которые поступают плохо после такой информации он может идентифицировать плохих еще и по цвету штанов по закрученным ушам там по каким-то неправильному разрезу глаз по поступкам по каким-то там фокусом которые ему навязывают и так далее и стараться спасти этот мир и так далее и спасение будет и она будет заключаться в каком-то ресурсе ли в каких-то инструментах который продаст вот такой человек и непонятно они спасают или не спасают знаете это как с таблетками у таблеток хоть есть там гигиенические заключения и там сертификаты соответствия которые связаны с до этого там проведенными исследованиями научными там работы пишутся это а здесь никто ничего не пишет работ никаких нету человек просто говорит вот верьте мне я это сделаю в дальнейшем все будет хорошо и чек вынужден потратить время и потом он не может сказать там помогло или не помогло и так далее можно сейчас плюнуть мне в лицо и сказать дуйко что ты чешешь а сам-то ты какой ты сколько там всего продаешь и обрядовая магии эзотерика и так далее почему я могу сказать моя эзотерика сделала из меня счастливого человека с 2011 года я преподаю свою эзотерику и это помогло мне справиться с болезни облегчить внутренние страдания помирить меня с родителям найти любимую жену дом построить имущество приумножить выздороветь и справиться с тяжелым заболеванием не иметь сейчас проблем иметь миллионы знакомых по всему миру общаться с самыми наивысшими людьми которые есть во всех отраслях открыть завод сделать бизнес для себя и самое приятное обрести состояние наслаждения и радости когда ты живешь дома потому что это самое самое большое достижение в жизни самое большое потому что я не умел меня не воспитывали у нас дома было там много детей отец он уработал чтобы на всех прокормить мама работала у нас не было возможности никто не отдыхал все время все были чем-то заняты сестры замуж по выходили я на музыку ходил вроде и все хорошо но не было я не знал как это жить и как это там иметь свободное время в семье чтобы кто-то кому-то что-то говорил чтобы кого-то можно было за ручку держать чтобы дети росли и можно было любить и найти возможность бог создал людей и человек может жить либо в раю либо в аду и рай это счастье рай это счастье но рай может быть персонифицированный когда тебе рай а все остальные твои жертвы когда человек садится и там ты выжуете вы сволочек закрой рот а ну и все о молодец молодец почему после бояться рай может быть другим солнечным когда ты даришь солнце когда ты не обижайся когда ты счастлив когда ты можешь это создавать если конфликт несомненно почему несомненно ну знаете у одних людей конфликт вспышка почему вообще возникают конфликты объяснение есть позиции эзотерики объяснить могу за 2 секунды наша душа она связана со свободой нас сюда запхнули в это физическое тело а душа свободы хочет она хочет свободы и она ищет любовь почему ее оторвали от своего отца бога и она хочет обратно к отцу которого она любит и душа которая хочет свободы она вынуждена искать любовь в чем-нибудь что вокруг находится и человек ищет любовь божественную в том что рядом жена в том что рядом дети в том что природа есть том что птички то что деньги получаются заработаю некоторых божественная любовь извращенная может быть и они ищут в этом божественное свое начало божественную любовь душа ищет и но хочет свободу и после этого смотрите как я ищу божественную любовь своей маме но мама меня раздражает и я не хочу я ее люблю но не хочу с ней жить почему душа хочет свободы и любви одновременно из-за этого основная драма человеческой жизни так как наша душа она хочет любви но найдя любовь она хочет одновременно и свободы а так не бывает получается либо свобода либо любовь почему невозможно самого себя любить потому что гораздо приятнее любить кого-то почему потому что когда ты любишь что это стимулирует тебя заботиться что то делать для этого человека думать о ком-то знаете человеку самом самому по себе вообще ничего не нужно и человек не может реализовать любовь к себе люди говорят люби себя невозможно почему невозможно но я люблю себя это коротко любить себя это слишком коротко почему слишком коротко но мы не можем любить себя и думать о себе долго но мы можем долго думать о ребенке своем которого мы любим человек встает там мамочка встает и ей говорят там на каком-нибудь семинаре люби себя это самое важное она встает так люби себя расчесалась умылась там при марафетилась и пошла все покушала быстренько я вообще худею голодая по приседала все красивое и потом она начинает думать так мой сыночек надо ему это купить надо бедненький вот вообще у него там что-то не получается с этой леной живет какого фига это лена его не кормит ага похудел так нужно им позвонить что там сыночек как дела мой зайчик вообще лена тебя не обижает не обижает а я так тебя люблю я тебя мама люблю да я тебя так люблю что я могу для тебя сделать ну ничего но я так тебя люблю вообще вся вот прямо думаю тебе бесконечно тогда если сравнить женщину которую научили любить себя она может любить себя так долго как старт как своего сына или своих детей ответ такой нет почему но не бывает так поэтому нам обязательно нужно жертва которую мы должны залюбить до беспамятства а еще больше чем больше у вас любовь тем больше должно быть детей как у меня почему потому что это счастье почему это реализация любви вот такой вот этот мир понимаете наша душа создана для того чтобы быть свободной ищет свободу из-за этого человек должен выбрать для себя либо он не свободен либо нет но если ты не свободен то тогда у тебя больше шансов реализовать любовь а человек говорит я не могу выйти замуж потому что ты стремишься к свободе какой свободе я могу я пропеллер яма носорог я там трактор я там во всем у меня там все я ордена ленина у меня там бизнес и я такая я такая но ты свободная зачем тебе что-то если ты свободная то тогда зачем тебе вообще что-то и кто-то наоборот надо стремиться к несвободе почему стремление к несвободе дает возможность любить а любить это значит заботиться любить это значит думать о человеке вот я уезжаю вот дети уехали в черногорию я не выездной был из страны и находились черногории какое-то время там три месяца это было невыносимо почему некуда девать свою любовь я уже жену эту бедную зацеловал это как там делда хорошо да а давай там и вот вот такое состояние почему ну привыкли что-то делать для кого-то для чего человек работает для того чтобы позаботиться тех кого он обожает тех кого он любит вот так все банально мне моя школа дала саморазвитие индивидуальное там есть люди которые говорят там дуйко плохой ли дуйко хороший я сам по себе могу ли я себя называть там солнечным или еще кем-то я вообще не знаю чем я занимаюсь если честно что я преподаю я не знаю это наверно компиляция сублимация каких-то моих уже идей и знаний там я не знаю паранормальных способностей которые которые вот так объединились вот в такую идею и те люди которые давно у меня обучались были прямо и косвенно теми кто помогал мне это все настроить изменить и создать какую-то концепцию и вот такое новое видение и помогает ли это людям в большинстве своем мне бы хотелось верить что помогает облегчает ли это жизнь для того чтобы мне сказать облегчает эта жизнь или усложняет мне наверное необходимо провести исследования взять много учеников и после этого провести исследования сколько кто занимался что там но облегчает даже если это облегчает жизнь там из полмиллиона человек которые прошли обучение облегчает жизнь или облегчила жизнь там пяти тысячам то это значит хорошо потому что это того стоило знаете хорошо родиться красивой хорошо родиться с красивыми формами в счастливой семье хорошо родиться в семье где есть родители которые могут дать хорошее образование хорошо родиться за границей в семье английских королей красивой и такое чтобы никогда не работать и ни о чем не думать тогда можно заниматься йогой медитациями и развиваться духовно но большинстве своем так не бывает поэтому человек рождается в том в чем он рождается и с тем с чем ему приходится жить и вот в этом с чем ему приходится жить необходимые инструменты и вот эти инструменты как раз это та простота которая может наоборот облегчить жизнь применяя инструмент как я обычно обучаю человек говорит там допустим вот я не могу успокоиться я злюсь у меня все время там нервы и у всех получается у меня не получается почему я не могу машину купить дом почему замужем не замужем я говорю справиться с этим очень легко измени слово почему на слово скоро у меня это будет и все и перестанешь завидовать и тогда до той информации которые даю и детям надо преподавать почему завел эту тему вернусь все таких теме не торопитесь просто так получать информацию не считайте что информация которая вы получили и знаете она самая лучшая очень много сейчас людей которые занимаются продажи инфа инфа продуктов с какой задачей они это делают не нужно ничего почему не нужно не производить не пилить не создавать не заводы открывать не создавать рекламу не продвигать бизнес не набирать людей ничего не нужно выучил какую-нибудь тему там зошили еще что-то после этого говоришь о том какие витамины помогают какие не помогают ведешь блок зарабатываешь на этом деньги можно ли на этом зарабатывать несомненно можно ли этим заниматься несомненно хотите занимайтесь просто путь будет длинный просто если вы хотите сразу успех то скорее всего нет но он будет просто нужно много времени но к чему это сказал если ваши знания которые вы дополнительно получаете где-либо сделали жизнь ваших близких и вашу невыносимой то плюньте на эти знания какими бы они ни были даже если мои знания делают вас злыми и мои знания делают близкими огорченными и вот я даже всегда часто говорю такие слова если вы живете с женой своей или там с мужем и он все время горит снова ты этого уже не лысого снова ты этого придурка смотришь я все уже не могу на это смотреть не смотрите меня не смотрите не изучайте не работайте не нужно муж на первое место жена на первое место дети на первое место я человек приходящий уходящий и я никуда не денусь я пока буду жить буду вот так выходить и трындеть дальше понимаете а у а с ними вам придется жить и они близкие берегите их они важнее они важнее чем я во много раз потому что когда вам будет плохо и не дай бог что-то с вами случится то они будут ухаживать за вами делать вам укольчики покупать вам препараты нести деньги дуйко не будет его не будет рядом с вами поэтому не ставки на первое место меня ставки на первое место их они важнее они ближе они роднее родных на первое место поэтому если кто-то говорит не смотри не смотрите поверьте мне когда вы перестанете смотреть и скажите а мне так нравилось то после этого скажет досмотри ты уже всех здрасте действует ли прослушивание мантр также как их чтение до действует но нет действует косвенно но чтение лучше работает чем прослушивание но прослушивание тоже работает поэтому чтение мантр работает скажите какое имеет значение если человек не может застелить постель большое спасибо если вы живете с мужчиной и хотите чтобы у него постоянно была одна и та же женщина застилайте за ним постель если вы хотите чтобы в доме вы были хозяйкой мойте сами хоть одну тарелку или хотя бы за своим мужем не нанимайте людей которые будут мыть и ухаживать за всеми это такая особенность это знаете как собаки или кошки или коты они метят так и женщина и мужчина они должны иметь определенную функцию которая является значим почему постель должна защищать почему женщина должна застилать постель сама это обозначает женская защита то есть когда женщина застилает постель она фактически одевает такой вот саван на своего мужа и на их совместную жизнь то есть она является охранница этого всего можно ли мужу что-либо доручить нет лучше не надо мужчину вообще очень хорошо держать на коротком поводке в ошейничке правда я вам говорю почему потому что мужчина они как собачки много гормонов гормоны они делают свое мужчина делает так знаете собачки покажут смотри мяско 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 собачку да мяско 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 муха муха смотри муха муха и снова и ей мяско здесь да да мяско здесь и мужчине надо напоминать что вот здесь она женщина горит я с тобой не буду долго заниматься сексом поверьте мне он найдет кому от этого хуже причем причем вот у меня такая ситуация была такая ситуация была мужчина один говорит мне жена там у нее вечно там плохо там антима нету я там сам уже не могу и там и решил нашел молодую и теперь не хочу жить женой но люблю жить что делать андрей андреев что делать ну как бы оставим эту историю сам вариант почему это произошло потому что нужно обращать на себя внимание если мужчина долго не хочет нужно говорит ты там не забыл ничего алёк сосредоточен тут тут мяско здесь здрасте андрей андрей скажите пожалуйста как войти в контакт со своей душой как с ней общаться с душой общаться можно через чувства если вы с открытыми или закрытыми где находится душа объясняю душа находится в месте где находится грудь случае если вы с открытыми или закрытыми глазами старайтесь найти чувства приятное которое находится у вас в груди то вы коммуницируете с душой мысли которые у вас голове находятся там нет чувств потому что если вы переживаете о чем-то то эти переживания не тоже в груди будут или в животе смотрите как устроена эзотерика или как устроена психологическая или эзотерическая составляющая человеческого организма и так функция управления физического тела находится в животе поэтому если вы хотите управлять своим телом животу своему говорите а ну-ка соберись а ну-ка полечи мне ноги а ну-ка пусть позвоночник не работает пусть позвоночник работает и поговорите с тем с той энергии которая в животе давай все там полечи пусть ножки заработают и так далее и найдите вот эту радость которая там находится у вас если с мозгами то скажите себе так надо сконцентрироваться изучить и так далее а если душой то в центре груди скажи ты мой зайчик ты моя хорошая найди себя душа это чувство почему бог через душу общается с человеком потому что он таким образом дает человеку понять человеку понять правильно человек поступает или правильно человек живет или нет если на душе кошки то не надо обманывать если там наоборот радость бесконечная то все хорошо ну много составляющих понимать как найти в себе душу закрываете глаза ориентируетесь на место которое находится у вас на чувство которое возникает у вас груди находите это чувство и купаетесь мантра какая есть он кришна его суды вай хары парам от мане пара татт лишь она шая говин дая наму намах или он вас удавая джива от мана маха фидания входи его здрасте меня замучили соседи под кладами воруют все во дворе хочу дом продать или уйти скоро продам и будет ли все хорошо нет нет не продадите скоро но хорошо все будет берегите себя василий хрусталев полгода болит правая рука от кисти до локтя эзотерический воздействовал не помогает посмотреть что с ней это у вас рука болит потому что там артрит вам поможет любое средство которое лечит артрит допустим деклофенак вольтарен согревающие мази допустим там кабра токсиновая но самое простое это любая там гидрокартизоновая мазь это у вас скорее всего артрит произошедшие на фоне переохлаждения кисти из-за этого она у вас и болит но формирует артроз дальнейшем для того чтобы этого не было нужно полечить каким образом натирайте на ночь комфорным спиртом свою кисть и перестанете болеть гаяны а дебекан 10 год брату семью нет детей хочу знать будет сколько раз пишу исчезает будет алёнушка r получится у меня найти работу в германии так как знание языка недостаточно стоит это будет хорошо для меня вы найдете работу в германии но скорее всего уедете поэтому не торопитесь наоборот решайте варианты как вам покинуть эту страну и где вы будете дальше счастлива мне пожалуйста если на мне негативы проклятия порчи нету не увидел андрей но есть психическая болезнь у вас вот я ее вижу небольшая навязчивые идеи замучили себя так себя замахали без конца копаетесь копаетесь что-то ищите что-то вот вечно в кого-то где-то ищите вот зло какой-то так по так погрязли в этом ужасе и зле знаете даже просматривать не очень нравится такой у вас все время вы подвох вы ни во что не верите че ужас какой человек должен верить что его бог защищает а у вас такой эти мешают это мешает эти влияют это влияет это сволочи эти плохие это плохое это плохо и это плохое это нельзя а здесь грязно здесь вы как погрузились получается всем всем своим естеством погрузились в то чтобы искать все время пыль какую-то грязь вы ее как все время пытайтесь найти вот небо то не что небо на небе тучи а тучи это плохо пойдет грязь грязь появится на ноги налипнет во всем виноваты а почему у всех на там ужас какой-то вы и даже информацию когда получаете все время ищите подвох нет нет есть подвох нет нет это не так нет нет улыбнулась ага ужас какой как так может быть найдите в себе бог есть свет люди в нем нет тьмы свет это радость бог есть радость бог есть счастье хотите быть духовным человеком радуйтесь будьте счастливыми и будьте тем солнцем который является сон что вы ищите порчи подклады и там всякие гадости если человек ближе к богу то у человека ближе божественная а как быть ближе к богу бог хороший хороший тогда каким надо быть хорошим меньше я меньше они и больше радости хочу вам сегодня сказать что он сейчас я открою мой сайт он называется дуйко гуру для тех кто не знает он вот здесь кстати написан уважаемые мои друзья пользуясь случаем я хочу вас пригласить на свой эзотерический марафон который пройдет с двадцать восьмого ноль второго двадцать четвертого года и будет длиться до ноль девятого ноль третьего двадцать четвертого года где я два часа в день буду работать с группой людей которые придут на мой эзотерический марафон с надеждой и задачей основной помочь человеку вырваться из обусловленности связанной с его невозможностью зарабатывать деньги очень часто так бывает что человек пробует старается но не получается у него с чем это может быть связано первое влияние планет второе влияние кармы третье что-то там шурупики за шурупики не туда зашли четвертая человек не может разобраться 5 просто не везет не везет не везло и не будет вести но бывает такие люди как я которые знают механизм воздействия на человека и могут помочь это все изменить звезды влияние не везет все можно настроить так чтобы и влияние аннулировать и звезды чтобы правильно для вас светили и везение чтобы у вас было и фортуна перла и несчастье было и так далее это огромное количество информации по три часа утром три часа вечером на протяжении десяти дней где я прямо даю гарантию что на протяжении года после того когда вы пройдете этот марафон у вас улучшится материальное благополучие выровняются мозги так чтобы захотелось зарабатывать четко будет понимание чем заниматься каким бизнесом заниматься как развивать свой бизнес в каком направлении вообще шевелиться или даже не изменяя ничего появится везение появится хорошие события появятся интересные какие-то идеи произойдет полное преображение внутреннего мира внешнего мира сознания но самое важное у вас появятся реинструменты при помощи которых вы в дальнейшем сможете сами корректировать как привлечь деньги как сделать так чтобы это было я расскажу основные идеи почему их не бывает я расскажу почему не везет жизни расскажу как этим можно управлять и так далее огромное просто большое количество информации утром информация вечером мастер-классы вместе мы отработаем и сделаем все для того чтобы слово нищета вызывала у вас сожалеющую улыбку хватит уже жить бедно знаете как бы не было плохо в этом мире все равно где бы вы в какой стране не жили знание эзотерики может помочь вам быть всегда успешным в любом направлении человека как я говорю это серьезно почему я это говорю проверено поэтому обязательно приходите обязательно записывайтесь на данный марафон я с удовольствием для вас его проведу стоимость марафона указана сейчас на этом сайте дуйко гуру который здесь вот расположен и я вас приглашаю приходите будет очень интересно все информация которые вы получите в дальнейшем сможете использовать в своей жизни так как вся информация будет для вас предоставлена в информационном виде в виде этих всех видео вы их сможете эти видео в дальнейшем использовать создав для себя там транскрибацию использовать там коды мантры техники эзотерические шумы и там куча куча всевозможных методов которые кстати ранее не давал сейчас у нас новый период а новый период требует новых подходов поэтому в этом новом периоде с новыми подходами новые эзотерические практики и техники которые вы вместе со мной сможете пройти стоимость такого семинара порядка 500 долларов 500 долларов почему такая стоимость хочу сказать что он должен стоит 600 долларов почему стоимость одного сангая у меня стоит 30 долларов сангая это моя индивидуальная работа с человеком или с группой людей и человек платит мне 30 долларов и работает со мной полтора часа вот давайте посчитаем 10 дней сангая грубая провожу утром индивидуальная работа она стоит 30 долларов и вечером и получается в течение одного дня вы платите как за два санга и того 60 долларов получается 10 дней умножаем на 60 долларов получается 600 долларов но из-за того что вы 10 дней работайте и 600 долларов не можете сразу заплатить я рекомендую заплатить 500 а перед началом перед началом когда у нас будет там пять шесть дней оставаться до начала марафона стоимость этого курса поднимется до 720 долларов а почему 720 некоторые занятия должны стоит дороже потому что во время таких занятий я буду проводить дополнительно еще и обряды обряды это уже не сангая и поэтому они стоят дороже то есть во время обрядов я буду проводить обряды ягги обряды яги обряды там преподношения устранения проблем устранения там порчи из глазов и так далее это ряд обрядовых будет около ну ну наверное за 20 штук точно и эти обряды они чуть-чуть дороже поэтому сейчас вы можете это приобрести по цене 500 долларов со скидкой приходите приобретайте проходите приобретайте прямо сегодня или хотя бы проплатите свое место потому что количество людей которые будут участвовать в данном марафоне ограничено я собираю обычно немного людей почему потому что это дает невозможность отработать со всеми остальными эффективно именно поэтому я не набираю миллион человек или сто тысяч или десять тысяч или даже тысячу количество людей ограничено поэтому те люди которые очень поздно там спустя там неделю-две могут обращаться в дальнейшем могут получить отказ в участии моего марафона такое тоже было вы знаете прекрасно кто пробовал заходить на марафон и здоровье или марафоны какие-либо с деньгами были такие люди которым было отказано к удивлению поэтому почему все же думают там можно заработать и там когда захочу тогда приду главное деньги заплатить а у нас не так поэтому поторопитесь быть тем человеком который будет участвовать с удовольствием буду рад вас всех видеть ну что интересный получился вебинар такой вроде бы на а рома мк вот и вся суть деньги а я забыл вам сказать да я забыл вам сказать да смотрите вы сегодня пришли на данный вебинар и во время этого вебинара я рассказал методы какие-то были методы первый метод я рассказал о слове что скоро это будет объяснил как это работает также дал некоторые эзотерические практики которыми вы можете пользоваться а я же не кому-то персонально дала вам и это было сделано совершенно бесплатно ведь сейчас когда вы здесь находились то вы получили информацию эта информация бесплатно была мной передана вам и так далее но вы хотите скорее всего чтобы я бесплатно работал правильно то есть чтобы я такие марафоны проводил для людей а люди а что вы мне обмен энергии как бы слышали об этом вот смотрите если я не занимаюсь этим то я занимаюсь чем-то другим у меня есть заводы газеты пароходы бизнес и так далее я бы занимался этим мне для того чтобы себе объяснить зачем мне это нужно обязательно объяснить себе зачем мне это поэтому в случае если вы хотите бесплатно то две с половиной тысячи вебинаров было записано мной находятся на этом канале они в большом количестве есть бесплатная первая ступень там много техник эзотерических так далее поэтому упрекать меня в том что я зарабатываю не стоит кстати я хочу вам сказать из-за того что мои семинары все платные то я хочу вам сказать что да я зарабатываю на том что я создаю авторские семинары и продаю их зарабатывая на этом деньги и я ни в коем случае этого не стесняюсь вообще если у вас есть такая возможность вы можете сделать как я делайте делайте создайте свое делайте пусть это помогает и я буду за и буду говорить да да пожалуйста андрей андреевич что учите нас радоваться начал больше рада спасибо негатива стараемся получать радость правильно здравствуйте андреевич пытаюсь дочку вытащить из негатива никак не получается делаете так берете человека мысленно обводите даже не видя дочь и говорите пусть то что делает ее несчастной отделиться от нее силой или моей волей материнской на правах матери отделяю представляете будто она там вот нервная психованная злая больная отделилась это существо вы его обвели запечатали и свою дочь представляете потом берете это существо и вот так переворачиваете его и ножками к ножкам ставите чтобы она была от вашей дочери как карта перевернутая игральная вниз в землю направлена после этого и существо и вашу дочь вот так обводите в один энергетический а у берете их в одну ауру и запечатывайте со словами ом ахум хохохри представляя шесть крестиков со всех сторон так чтобы эти крестики светились золотым делайте так утром в обед и вечером а вечером складываете руки перед сном и говорите пусть моя дочка освободиться от этого пусть ее душа будет чистая пусть ее пусть у нее будет больше любви пусть она радуется миру пусть ее отпустят злые духи пусть это все ее больше не мучить так что будем как говорит мне очень нравится что вы пишете информацию и где-то ругаетесь и так далее дело в том что борьба любая среди людей это задача вы же понимаете что ваша задача она как раз и заключается в том что я сказал ваша душа хочет свободы и хочет любви поэтому вы боретесь вам кажется что вы боретесь над тем чтобы там получить бесплатно или на тем чтобы там кому-то что-то заткнуть рот и так далее на самом деле это борьба вашей души она хочет она хочет любить но она хочет свободы или она стремится к свободе но хочет любви вам для того чтобы о ком-то заботиться необходимы деньги а для того чтобы их заработать нужна информация вы хотите ее бесплатно получить ничего для этого не делаю так не бывает поэтому вечная борьба это нормальный процесс ничего страшного с этим нет я желаю всем искренне любви я желаю всем людям которые живут на земле любви пусть у этих людей будет любовь будет ради кого жить для кого жить и хочу сказать что любовь начинается собственно говоря с самого себя хочу напомнить о том что жизнь это ценность а когда жизнь ценность то необходимо и к ней относиться радостно если бог вас любит а он вас любит то вы по образу и подобию созданы чтобы быть богом тогда ваша жизнь является драгоценностью а когда мы видим драгоценность нам это нравится тогда нужно говорить себе что жизнь мне нравится я даже давал когда-то эзотеристскую практику я говорил чем чаще ты на протяжении дни удивляешься и радуйся и восхищайся тем больше счастья в твоей жизни появляется вот так а еще почему люди злые почему это происходит бадун вообще хочу вам сказать товарищи не пейте алкоголь потому что это очень заставляет страдать вашу душу ради одного или двух дней счастья мимолетного и не всегда понимаемого вы так потом страдаете подолгу ваше тело вы умираете страдаете зачем она вам нужно с бадуна вы злые там женам изменяйте мужьям непонятно что вы хотите извращение всякие появляется она вам нужно живите видите без алкоголя можно жить и быть счастливым человек зачем она вам нужно хотите помолодеть не пейте алкоголь еще мы хочу вам сказать не являемся сектой для того чтобы заслужить такое почетное звание секта необходимо чтобы люди приходили на собрание и платили деньги у нас нет ни обязательных взносов не не обязательных взносов их никаких нет также я здесь вам это все читаю ничего с вас не собираю то чем я занимаюсь называется создание инфопродукта и торговли инфопродуктами чтобы вы знали за свои инфопродукты я плачу налоги и поэтому эти налоги все получает моя страна в которой я проживаю фактически покупая у меня вы оплачиваете налоги этой стране а я как частный предприниматель который занимается еще и таким бизнесом их честно плачу поэтому что я преподаю я при я являюсь экспертом по созданию авторских программ помогающим человеку с самоопределением как ни странно своего счастья если человек может определить где у него счастья и может определить как ему привлечь везение в жизнь свою то наверное это тоже является информацией но если эта информация не является не классифицировать ценик как что то есть это астрология нет это психология нет это философия нет а что это понятия не имею я не знаю это авторские курсы как называть не знают называйте их авторскими курсами самоопределение по дуйку поэтому хотите это делать тоже давдавайте пожалуйста я вообще вы можете делать все хотите если вас совесть не мучить делайте все что хотите если у вас есть претензии ко мне хочу вам сказать вы имеете на все право имеете право на то чтобы букой быть или еще это ваша жизнь у вас своя у меня своя я счастлив а вы только портите себе настроение поэтому я еще раз желаю вам всем а я вас все равно обожаю поэтому я еще раз желаю вам всем счастья здоровья и любви